Ребят, огромное спасибо вам за финансовую поддержку меня и моего ютуб-канала на бусте. Ваша безвозмездная помощь в это трудное время очень важна для меня, так как монетизации на ютубе совсем нет. Приятного просмотра. Здарова-здарова, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале NixonPlay. Продолжаю видео по советам начинающему турковчанину. Это вторая часть. Для того, чтобы проверить магазин, необязательно нажимать на колесико, ведь это долго. Достаточно переместить их с места на место в своем подсумке или рюкзаке. Также, чтобы проверить полноту двух одинаковых магазинов, достаточно посмотреть на их вес, и тут же станет понятно, какой из них полнее. Чтобы посмотреть, какими патронами заряжен магазин, тебе необязательно вытаскивать из него все патроны. Достаточно просто нажать на него два раза и повернуть подавателем к себе, ведь каждый патрон в игре имеет свой цвет. Также про магазины, смотри на их характеристики, ведь все магазины в принципе режут эргономику, но какие-то из них дают буст к докидыванию патрон и проверке. Пикай правильно, выходи из-за угла не вбок, используя кнопки А и Д, так ты теряешь свою мобильность, а выходи круговыми движениями, используя ВАСД. Так моделька твоего персонажа будет меньше показываться из-за угла, или же если позволяет пространство, просто пробеги из одного конца в другой и поверни голову, таким образом ты прочекаешь противника, а сам не подставишься. Старайся не пикать несколько раз от одной и той же позиции, ведь противник уже навелся туда и может тебя с легкостью убить. Обратная ситуация, если тебя заметили, то постарайся быстро поменять позицию, ведь противник уже тебя засек, и возможно будет выходить на префайре. Когда у тебя перегруз, а стычка с противником неминуема, то в таких ситуациях я советую тебе забрасывать рюкзак, чтобы быть более быстрым и мобильным. Только главное запомни, где ты его скинул, а то были у меня случаи, скинул рюкзак, а потом ищи свищи его. Не обязательно ждать конца анимации в аптечке. После первого укола действие можно прервать, конечность и так залечится полностью, а процесс лечения будет намного быстрее. Прерывать действие, если что, левой кнопкой мыши. Всегда старайся перетаскивать вещи с убитых диких или чувака на себя, это дает дополнительный опыт и прокачку какого-то перка, точно не помню, так что врать не буду. Собираясь в рейд, подбирай снаряжение под ситуацию и карту. К примеру, для леса хорошо подойдут марксманские винтовки. В то время, для того, чтобы драться в общагах таможни, лучше взять ствол покороче, будь это ПП или любое другое короткое оружие, так как там замкнутое пространство и длинный ствол будет задираться. Для того, чтобы кинуть гранату подальше, нужно бросить ее в прыжке, но смотри не переусердствуй. Не забывай про использование обезбола, старайся перед тем, как идти в предполагаемое место, где могут быть другие чувака, закинуться обезбольщиком. Много раз я попадался, что при перестрелке выбивали ногу, и все, считай труп. А с обезболом, возможно, бы и выжил, так что не забывай про него. На этом пока что все, спасибо, что досмотрел видео до конца, обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Удачи в рейдах!